На Украине на этой неделе вспоминают самые кровавые дни Евромайдана. Февраль 2014-го. Главное событие, которое превратило Виктора Януковича из легитимного президента в кровавого тирана. Стрельба неизвестных снайперов по протестующим в центре Киева. Погибших потом назвали небесной сотней. Они стали иконами украинской революции. Но в апокрифе что-то не сходилось. Даже тогда, в феврале 2014-го, звучали предположения, что убийцы использовали патроны натовского образца. Но по понятным причинам эти доводы воспринимались как попытка дискредитировать революцию. Прошло полтора года и вдруг неожиданный поворот. Генпрокуратура Украины подозревает своих. О том, как тайное, становится явным наш корреспондент Дмитрий Барбыш. Они стоят вместе в окружении телекамер. Только не на партийном митинге, а у дверей генеральной прокуратуры. И выступать им не на сцене, а в кабинете следователя на допросе. Тех, кто делал революцию в феврале 2014-го, активистов свободы, подозревают, кто бы раньше мог подумать в хладнокровном расстреле активистов Евромайдана на Институтской улице. Детали, которые на этот момент есть у нас в деле, я огласить не могу. Определенная часть информации, выложенная народным депутатам, соответствует действительности. Мы проверяем информацию о стрельбе из гостиницы «Украина» 20 февраля. Впервые с момента гибели «Небесной сотни» на Украине не исключают. Свои могли стрелять в своих. Все это время в убийстве людей обвиняли то Берку, то искали российский след. Автор сенсации депутат Верховной Рады от блока Петра Порошенко Сергей Лещенко. На своей странице в фейсбуке он написал об обысках в квартирах свободовцев. А именно Янки Вапанкевич и Сыча. И сообщил детали. Установлено, что в районе 9.30 утра 20 февраля 2014 года журналист BBC Габриэль Гейтхаус находился возле входа в Октябрьский дворец среди протестующих. В это время он обратил внимание на открытое окно гостиницы «Украина» номер 1132, из которого в какой-то момент был произведен выстрел. Он зафиксировал это окно на видеозаписи. И когда он через несколько мгновений после выстрела снова наводит на него камеру, оно уже закрыто. Именно эти кадры в качестве доказательства вины и свободы приводит депутат Лещенко. Смотри, вон открытое окно. Кто-то смотрит прямо на нас. Это тот самый номер 1132. Обстановка более чем скромная. Кровать, журналист, столик, телевизор. Зато из окна и площадь независимости видна и часть Институтской улицы. Отличный вид, как для туриста, так и для снайпера. В феврале 2014-го этот номер действительно снимал Игорь Янкев. Я был 20-го в отеле. Я этого не скрываю. Как только началась стрельба, депутаты спустились вниз. Кто-то помогал раненым, перевязывал. Окна номера 1132 как раз выходят на аллею Героев Небесной сотни. В 2014-м это была часть Институтской улицы. Если действительно огонь вёлся из гостиницы Украина, то в сектор обстрела попадала и часть Институтской, и Октябрьский дворец. Где в тот момент находились только протестующие. По бойцам Беркута, которые уже отошли за питонные блоки вверх по улице, с такой позиции попасть было очень сложно. В те дни пропуском в гостиницу были строительные каски и ленточки Евромайдана. В холле первого этажа работал госпиталь. Там же был морг. В общей суматохе подняться на 11 этаж мог кто угодно. В этой ситуации первые лица, будучи народные депутаты, или уже какие-то такие публичные, относительно публичные лица, я не думаю, что они участвовали. Ну, объективно. Потому что они должны заниматься представительством, быть фронтменами, заняты у них другие функции. Есть снайперская группа, должна прийти, их прикрывают. Опять же, группа прикрытия. Кто кого прикрывал, непонятно до сих пор. Загадка остаётся и этот эпизод. 18 февраля активисты Евромайдана остановили машину, в которой нашли винтовку с оптическим прицелом и глушителем. Один из лидеров оппозиции, депутат от партии «Батькивщина» Сергей Пашинский, забрал у протестующих оружие, убрал его обратно в багажник и автомобиль уехал. Винтовка оказалась налезным охотничьим карабином, сделанным на базе американского автомата М4. Для сравнения, это гражданский образец, а эта модель стоит на вооружении армии США. Калибр боеприпаса у них одинаковый, так называемый «натовский» 5,56 на 45. Это мы, как общественность, до сих пор не получили ответа. Про винтовку Пашинского, про когда милиция оцепила гостиницу Днепр, и оттуда выселялся правый сектор, что делали ребята с длинными чехлами, то есть длинные чехла, которые садились в автобус и увозились. И у них ничего никто не взымал. В подобной обстановке достаточно двух-трех выстрелов, чтобы появилась сакральная жертва, утверждает ветераны спецслужб. Потом огонь открывает обе стороны. На Майдане оружие было и у обитателей палаточного лагеря, и у милиции. В современных условиях достаточно двух-трех занятий под руководством профессионального инструктора, чтобы фактически любой человек получил первоначальные правильные навыки стрельбы из подобного рода оружия. Но тот же Сергей Лещенко, которого все и узнали о вопросах к свободовцам в Фейсбуке, утверждает. Детали, которые мало кто знает. По словам источников, бывший депутат Янкев является мастером спорта и инструктором по стрельбе. По этой причине у них троих и был произведен обыск. Я всю жизнь занимаюсь шахматами. Я поступил в университет физкультуры на специализацию шахматы. Закончил ее. Как это можно расценивать перед региональными выборами? Это подрыв имиджа и моральная расправа. Пути свободы ее соратников по Майдану разошлись. Теперь националистическая партия критикует нынешнюю власть и едва ли не обещает новую революцию. Последней каплей, возможно, стала акция протеста 31 августа у стен Верховной Рады, когда один из участников митинга кинул силовиков в боевую гранату. Но сторонники партии в этом видят не криминальный, а политический подтекст. Власть хочет, скажем так, убрать неугодную. Ну, потому что легче контролировать все, когда вокруг слой. То есть, в принципе, они делают то, что делали всегда. Давайте не будем забывать еще и о том, что те, кто сейчас в власти, они там и были до этого, просто в других должностях. Тот же Порошенко был истекотрем РНБУ, и министром экономики, в правительстве Азарова. То, что больше в услугах радикала, власть не нуждается. Согласно и многие украинские политологи, на Банковской улице прекрасно понимают, таким строем в Европу не пройдешь. Это попытка стать более привлекательным в газах Запада. То есть, действующая власть, которая, на самом деле, пришла в какой-то мере, в том числе, на право радикальных лозунгах, теперь она пытается для западных общественного мнения стать цивилизованной и более центристской, менее радикальной. И дело не только в Европе. Эксперты не исключают. Киев попросту не хочет, чтобы через неделю в ряде регионов победила свобода. Дмитрий Барбыш, Евгений Сербиряков, Артем Данилов. Программа «Вместе. Украина».